Мирослава, подскажи такой вопрос. Вот уже нашли помещение, сделали там ремонт и сейчас настало время, когда закупать такие мелкие расходники. Вот как это правильно делается, как не купить лишнего и на что обратить внимание, на какие позиции, чтобы не переплатить? Все очень просто. Когда мы подходим к этапу закупки расходников, опять-таки будем руководствоваться с вами с Анпимом. Есть список требований для лицензирования всех расходников, которые должны быть в клинике. Это минимальный набор, там указывается для каждого вида направления деятельности стоматологии количество расходников, которые должны быть. Хочешь узнать можно ли открыть стоматологическую клинику по франшизе Демократ в твоем городе? Прямо сейчас переходи на наш тайп, оставляй заявку и получай полный пакет документов, а именно финансовая модель открытия окупаемости клиники, подробный план открытия и уже готовый скринкаст видео о том, как один из наших партнеров открыл клинику и вышел на выручку стоматологии. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании под этим видео, вводи свою электронную почту, имя и номер телефона и в течение пяти минут тебе придет информация в виде смс-сообщения и на почту с полным пакетом документов. Переходи по ссылке в описании этого видео, оставляй заявку и получи полный пакет документов. На первое время мы покупаем самый минимальный комплект ровно по этому списку. Половина большого оборудования будет заказана с помощью нас у компании поставщика, с которой мы закупаем самое основное оборудование. Это установки, рентгены и всю стерилизационную. А дальше начинается мелочь. Это смотровые инструменты и материалы, которыми ведется работа. Почему рекомендуем закупать для начала только минимальный список? Потому что с ним вы благополучно пройдете лицензирование. Также нужно обратить внимание на то, чтобы у всех инструментов и материалов были регистрационные удостоверения, так как это важно для получения лицензии. А потом, впоследствии, когда вы наймете себе прекрасную команду докторов, вы спросите у них, чем они больше любят работать. И докупите именно те материалы и те инструменты, которыми они привыкли работать и держать их в руках. И те материалы, которым они доверяют и лучше всех опытным путем подобрали их для своей работы. Таким образом, мы с вами на начальном этапе не закупим лишнего, не потратим больше вложений, чем требуется. Получим лицензию и получим счастливых докторов, которые будут работать любимыми материалами. Мира, подскажи, пожалуйста, еще такой вопрос. Вот эта закупка необходимых расходников и материалов, необходимых для старта и прохождения лицензии, это сколько в деньгах примерно? Это около 300-400 тысяч рублей на три кресла. Если мы с вами увеличиваем кресло, то, конечно, и сумма увеличивается. Плюсом хочу сделать оговорку, что в разных регионах эти списки могут отличаться. Точнее, список один, но требования у проверок немного разные. То есть, кто-то может сказать, вы можете закупить 80% из-за этого списка, а кто-то будет говорить, что нужно 100%. Тут тоже немного варьируется список оборудования и материалов, которые нужно будет закупить. Еще скажи, пожалуйста, я правильно понял, что вот то оборудование, расходник, которое мы купим, они пойдут потом в работу? Да, все верно, они точно пойдут в работу. Есть буквально около пяти позиций, которые на самом деле, к сожалению, все еще существуют в списках СанПИНа, но потом при работе не используются. Но их мы можем при закупке, например, взять в аренду, если мы посчитаем и логистические расходы на доставку арендуемого оборудования не будут превышать стоимость оборудования, если бы мы его просто купили. Либо мы можем сделать ход конем, закупить его, оно придет к нам в клинику, а потом сказать, что спасибо, нам оно не подошло и вернуть. Такой лайфхак, да. Либо мы можем его продать. Хорошо. Это всего пять позиций, конечно. Понял, большое спасибо.